Добрый вечер! Это дождливый августовский вечер. У нас опять прямой эфир. Программа анализирует то и это. Говорим мы о психоанализе и в основном языком психоанализа. Но мне хотелось бы на самом деле, чтобы не только языком психоанализа, а может быть даже обычным языком. Хотя я думаю, что вы все поймете. И тема сегодняшней передачи с нашим постоянным собеседником Ренатом Галиевым, психологом, психиатром, психоаналитиком. Сегодня у нас будет такая тема. Вот знаете, вот очень часто вопрошают девушки, например, женщины. Куда же девались все нормальные мужчины-то? Где их вообще найти-то? Но если же и другая сторона. И мужчины тоже говорят. А где нормальные девушки-то? Куда они все испарились? И на эту тему мы будем сегодня говорить. И, наверное, кстати, мне хотелось бы, Ренат Фаридович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, рад вас видеть. Я вас тоже очень рад видеть. Очень рад видеть, что вы доехали, доплыли в этот дождливый вечер в петербургским пробкам к нам специально в студию. Мне бы хотелось еще в преломлении вот этих возгласов поднять вопрос, как в этом преломлении формируются семейные отношения и отношения в паре. Итак, куда же все делись нормальные мужчины и женщины? Что происходит сейчас в обществе? Максим, вы абсолютно правы, потому что угадали, собственно говоря, одну из проблем современности, современного общества, современного состояния, то, что я называю общественное сознание, общественные отношения, социальные отношения. То, что сейчас действительно очень сложно, дела обстоят с полуролевыми отношениями, которые называются гендерными. Гендерными означает полуролевыми, то, что принято, то, что было принято годами, сложившейся жизнью, предыдущими поколениями. И как раньше мы говорили, что ранее для традиционной семьи были в основном приняты патриархальные отношения, где главную роль выполнял мужчина. Мужчина – социальный лидер, поэтому вся семья в основном держалась на лидерских позициях отца. И патриархальный склад семьи существовал достаточно длительное время, но вот, к сожалению, я не знаю, как правильно подобрать слово, к сожалению, к радости, к счастью, а может быть, действительно ни к тому, ни к другому, возникла ситуация сложных отношений в семье, которая обусловила смену этих ролевых позиций. В современной семье проблемами является именно то, что полуролевые отношения, прежние свойственные традиционной семье, сейчас сменили свой полюс. И иногда доминирующую роль в семье выполняет женщина, и такие семьи сейчас достаточно распространены. Это создает определенные проблемы, это создает определенные нарушения прежних представлений, нарушатся традиционные представления о семье. Но, тем не менее, форма семейных отношений даже в этой ситуации полуролевых смещений, также сохраняет свое, будем говорить, партнерское начало, и семья, как понятие, тоже начала трансформироваться. Поэтому полуролевые отношения, гендерные различия стали значительно деформировать прежние представления о семье. Таким образом, то, о чем мы сейчас с вами говорим, свойственно современной семье. Женщина стала занимать роль лидера, и появились такие понятия, и в ранних передачах мы говорили о том, что, собственно говоря, женщина стала в психоанализе получать такие определения, как фаллическая женщина, мужчина, как бы это ни звучало несколько так резко, может быть, мужчин стали называть мужчины с кастрационным комплексом. Ну, это, конечно, все символические названия, и психоанализ часто это используют не для того, чтобы кого-либо в этом смысле ущемить, каким-то образом обозвать, или дать, обозначить или поставить какое-то диагностическое определение. Не в этом дело. Главное, что сменились ролевые позиции, и поэтому понятие фаллическая женщина, мужчина с кастрационными комплексами стало достаточно распространенным в нашем психоаналитическом пространстве. И в связи с этим возникли новые формы отношений в семье, возникли новые генерации семей, которые сейчас начинают менять свое, собственно, основное предназначение. Семья, как таковая, в рамках гендерных деформаций, гендерных таких вот, собственно, новых различий получает новое значение. И таким образом форма семьи, принятая раньше, в настоящий момент, собственно, меняется, а психоаналитики занимаются именно этим, потому что обращение со стороны, собственно, партнеров, мужчин, женщин стало значительно чаще именно по этим вопросам. И тот вопрос, который вы сказали, куда девались условно нормальные мужчины и условно нормальные женщины, безусловно, как бы актуален в настоящее время. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас прямой эфир. Если вы хотите задать вопросы нашему собеседнику, звоните, пожалуйста, задавайте. Я думаю, что Ренат Фаридович с удовольствием на них ответит, поможет вам разобраться в ваших вопросах. Вот мы, конечно, можем, так скажем, диагностировать, что эта ситуация есть, но, как бы, что с ней, в общем-то, можно сделать? Может быть, даже какие истоки происходят? Да, какие истоки? Это следствие тех обстоятельств, в которых там стала жить страна, общество, или это исключительно вопрос воспитания детства? Да, конечно. Психоанализ, безусловно, это, собственно, концепция мировоззрения, как мы раньше говорили, которая объясняет многие вещи. И, конечно, для психоанализа ближе и роднее объяснить эти явления именно с точки зрения раннего развития. То есть в основе осознавания психоанализа лежат, безусловно, те проблемы, которые лежат в раннем развитии ребенка, тогда, когда формируются его основные, собственно говоря, потребности, формируются основные формы его мотивационного поведения, когда ребенок начинает осознавать и видеть этот мир по-своему, когда он обретает собственную значимость, когда ребенок начинает впервые осознавать, чего он хочет, что он хочет, что бы он хотел, и вот эти инстинктивно заложенные в ребенке, И, ну будем говорить, качество, которое природно обусловлено, в дальнейшем развиваясь, развивают и его. Так вот, как мы говорили в свое время, на ранних этапах развития, опять еще раз эту знаменитую схему, извините, повторюсь, от нуля до трех лет, когда формируется, собственно, эго. Эго, как мы говорили, это то, что русской транслицией называется «я». «Я», формирующийся от нуля, то есть от рождения до трех лет, основную, будем говорить, позицию, и в прежних передачах мы уже об этом говорили, безусловно, занимает мать. Мать, как лидирующий человек, это человек, который создает своего ребенка в ранних отношениях, которые называются диадами. И в этой вот паре ребенок и мать, я уже не повторяюсь, то, что было раньше уже нами высказано, обозначено, вот в этой диаде между ребенком и матерью формируются основные задатки личности ребенка. То есть «я» формируется под воздействием матери. И я уже такую формулировку раньше как бы уже как бы проговаривал, то, что какая мать, иногда и такое «я» у ребенка. Так вот, формирование в диадных отношениях ребенка с матерью формирует его основные потребности. Если мать в этот момент создает какие-то условия, которые приводят к последующему некому отклонению тех инстинктивных переживаний ребенка, ребенок посылая к матери свои, собственно, лебедозные, свои, ну, то, что мы назвали психической энергией, посылает те запросы по отношению к матери. Если мать достаточно хорошо их реализует, следовательно, все запросы, которые в этой ситуации может исполнить мать, как бы проходят через нее и возвращаются к ребенку в виде переработанных переживаний, то, что называется материнской любовью. Вот условия их формирования этой материнской любви, собственно, вот этих диадных отношений, формируются и первые предпочтения, которые Фрейд назвал детской сексуальностью. Несмотря на такую, скажем, немножко, будем говорить, резкую формулировку, за что Фрейд иногда критиковался, но Фрейд в это вкладывал нечто другое. Как я это понимаю, берусь сказать именно про себя, потому что именно вот в концепциях Фрейда понятие детской сексуальности скорее носило несколько не такое вот традиционное представление, которое может показаться, собственно говоря, вот из этого определения. А, собственно говоря, это та энергия, та любовь, то влечение, которое ребенок, собственно, ориентирует на свою мать. И вот в этих первичных влечениях у ребенка образуется и первичная сексуальность. Поэтому первичный объект для ребенка всегда является мать. Мать формирует в том числе, кроме его основных базовых потребностей, инстинктивных потребностей, биологических потребностей и его раннюю сексуальность. Поэтому выбор объекта до трех лет для ребенка, независимо от пола, всегда мать. И здесь как раз мы начинаем объяснять некоторые вещи, о которых мы сказали несколько выше. Именно в том контексте, в котором образуется вот это первичное влечение ребенка, и которые в последующем с трех до шести-семи лет должны быть переданы третьему объекту в этой семье. И этим объектом, безусловно, является отец. Таким образом. Если возникает такая ситуация, при которой, например, мать умирает в самом раннем возрасте, занимается ребенком отец, и вообще в их семье все мужчины, что тогда происходит? Да, это вопрос не очень сложный, на него достаточно легко ответить, потому что значение матери в этом смысле не трансформируется. Отец рассматривается для мальчика как мать, как материнская фигура. То есть в широком смысле это родительская фигура, а в узком смысле он еще пока несет функции этой матери. Поэтому природа создала вот такое раздвоение, бифуркация, как мы говорим, что у ребенка всегда есть некий какой-то выход. Поэтому отец, несмотря на то, что он мужская фигура, может выполнять роль матери. Но при этом, конечно, есть и другие объекты, которые хорошо компенсируют вот эту утрату ребенка. Здесь могут возникать, как вы знаете, люди, которые замещают родительские фигуры. То есть вот это понятие влечения к матери у ребенка зависит больше от того влечения, которое ребенок, собственно, производит, внешне-социальную реальность, а не от того, какой объект, ну в том числе и от того, какой объект, но отзеркаливать, то есть контейнировать, как говорят в психоанализе, эту материнскую любовь может объект, который находится рядом с ребенком. Отсюда, так сказать, вы знаете, если ребенка воспитывает суррогатную мать, воспитывает мать, которая, собственно говоря, иногда не является его биологической матерью и так далее, важен объект, который рассматривается в узко психоаналистическом контексте, как материнский объект. Поэтому отец тоже может быть материнским объектом для ребенка. Но это в контексте психоанализации. А как будут тогда у ребенка впоследствии складываться взаимоотношения с девушками, с женщинами, если, например, у него было только отец и взаимодействие с ним? То есть, да, любовь была, но это же от конкретного… В этих случаях, конечно, в бессознательном ребенке будет некий отпечаток. Но есть еще, видите, и, собственно, генетически заданы биологические формы развития. Конечно, формирование женского и мужского генетически еще и обусловлено. Поэтому биологическое сознание ребенка, то есть, вот его физиологические потребности, в последующем требуют этой смены. То есть, и мужское, и женское задано в ребенке изначально. В этом есть, кстати, некий контекст. Вы часто бываете на Востоке и знаете, что у ребенка мужское и женское закладывается изначально. Это немножко контрастирует с психоанализом, хотя психоанализ просто эти понятия разводит несколько во времени. А то, что Фрейд иногда применял слово бисексуальность в понимательном смысле для психоанализа слова, поэтому в ребенке содержит и та, и другая сексуальность одновременно. И вот эта доминанта мужской сексуальности для мальчика в последующем, после трех лет, но я еще раз говорю, согласно концепции психоанализа, должна доминировать. И в этот момент появляется некий третий объект, способный уже формировать его мужскую сексуальность. При этом, да, отец может какое-то время, ну, фактически исполнять эту роль двойного объекта. Точно то же самое, что и делает мать, когда она одна, ведь этот вопрос можно зеркально отобразить, а что делать в семье, когда мать воспитывает одна ребенка, та же самая проблема. Это более актуальная проблема сейчас. Да, возникает необходимость у ребенка находить и так называемые подмены отцовскому объекту, и таким образом вот эта подмена отцовского объекта также, ну, собственно говоря, формирует необходимость общения мальчика после трех лет с отцовской фигурой. Отцовская в широком смысле слова. Это может быть мужчина, который находится рядом с этой женщиной, это может быть ее брат, родственник, дедушка. Но, к сожалению, это не проходит бесследно, если правильно потом анализировать. Но, тем не менее, вот это раздвоение, заложенное в природе ребенка, дает возможность распределять свою любовь на мужчину и на женщину. И в этот момент возникает необходимость дифференциации половой ориентации ребенка после трех лет. Ну, это такая концепция, с которой можно спорить, можно с ней не соглашаться, но она работает и проверена годами и многолетним, уже практически более чем столетним опытом развития психоанализа. Если вот брать такие какие-то симптомы, что ли, так сказать, как ведут себя девочки, как ведут себя мальчики, ну или вообще, да, мальчики, девочки, наверное. Если, например, в семье нет отца, так скажем, все воспитывается матери, каким будет поведение, что вот… Ну, на самом деле, когда надо уже вот так бить тревогу, наверное, что вот по каким признакам видно, что, например, вот мужчины очень не хватает, и пора бы задуматься о том, что какая-то фигура в семье должна мужская появиться. Да, вот я как раз, мы с вами этот вопрос, собственно говоря, и подняли. И именно вот этот символический, я в кавычках беру, чтобы правильно нас телезрители понимали, символический фаллос, да, он, безусловно, принадлежит матери. Вот в этом случае, когда мать воспитывает, то есть тот момент, когда ребенок должен увидеть рядом с матерью мужское биологическое, там, скажем, начало, вот в этот момент мать начинает на себе концентрировать все, в том числе для ребенка, она обладает вот этим политическим началом, то есть мужское он видит и в матери. Вот здесь как раз и происходит та основная проблема современной семьи, когда женщина начинает, собственно говоря, становиться и мужчиной и женщиной одновременно для своего ребенка. И это главное, потому что в этой ситуации как раз и вот эта ответственность женщины, то бишь матери перед ребенком, перекрыть, в кавычках, так скажу, и мужское и женское начало создает внутри нее основную проблему, она пытается таким образом восполнить для ребенка и мужское начало. Вот в этот момент, если мы говорим о формировании мальчика, пока о нем говорим, то вот эта ситуация ориентации на мать, у которой, ну как бы вот в психоанатических терминах есть этот самый фаллос, он создает псевдо-представление о мужском, если женщина фактически остается в этой активной позиции, когда женщина продолжает себя вести, подменяя мужское начало и таким образом пытаясь для мальчика реализовать вот эту потребность в мужском. Здесь происходит вот первая, так сказать, одна из первых проблем, которая в последующем формирует несколько такое не совсем демонстративное, не совсем традиционное, извиняюсь, представление о сексуальности ребенка. То есть мальчик в этот момент может сконцентрироваться на матери и таким образом в тот момент, когда должно быть разделение внутри него на мужское и женское, мать в этой ситуации может так, если сказать несколько упрощенно, занять большее место бессознательному ребенка, и ребенок как бы застревает на матери, это называется проблема диадных отношений, которых в последующем психоаналитик должен сепарировать. Слово сепарирует означает разделять, то есть он потом, психоаналитика работает с этой проблемой разделения, сепарации мужское и женское, если это все слитого едино, потому что на самых ранних этапах ребенку действительно очень сложно отделить, где мужское, где женское, если нет активных фигур. И я хотел бы здесь два слова сказать о том, что Фрейд о своих работах, работах о женственности в частности, говорил об этом, о том, что, как правило, Фрейд в работе о женственности говорил следующее, что он постарался сформулировать такую очень важную формулировку, выведенную из этих работ. Фрейд сказал о том, что, как правило, традиционным, более активным энергетическим началом является мужское. То есть, другими словами, Фрейд говорил об активности мужского. И Фрейд говорил о том, что принято понимать, что под большей активностью вот этих самых энергетических процессов, психическая энергия, обладающая внутри человека, таким образом активность в основном принадлежит мужскому началу, а пассивность принадлежит женскому началу. Это первые рассуждения Фрейда, в которых он же сам постепенно анализируя, постепенно присматриваясь клинически, что называется, наблюдая за процессом психоанализа, формированием вот этих представлений, пришел к тому, что не всегда анатомическая принадлежность к мужскому началу, и не всегда анатомическая принадлежность к женскому характеризуется вот этими совпадениями. Не всегда анатомически мужское является активным, и не всегда анатомически женское является пассивным. То есть, вот эти смены, то, что мы называем в последующем гендерных различий, об этом говорил Фрейд. И последующим его оппонентами, как являлись и Харон Хорни, и Мелани Клайн, это очень известные психоаналитики, они пытались оспаривать эти идеи, и, безусловно, вот на заре психоанализа эти проблемы же существовали. Но, еще раз я говорю, спасением, я в кавычках беру, спасением было все-таки доминанта патриархального общества, там, где мужское все-таки побеждало. Так вот, все-таки, вот из вашей практики, вы же видели, наверняка, много семей, где мать одна воспитывает детей, и вот в каком возрасте, например, вот, и что у них начинает проявляться, что подсказывает, что да, что-то уже какая-то дезориентация, как это назвать, декомпенсация у ребенка возникает, что он больше… Дефицитарность, что он… Трудно ему общаться с мужчинами, у него нет примера, как общаться с мужчинами. Как это выглядит? Такие семьи, безусловно, имеют место быть, они приходят на психоаналитические сессии, так называемые, встречаются с психоаналитиком, и здесь очень важно психоаналитику понять, что происходит. Я сейчас говорю о семейной терапии, в этой ситуации не индивидуальной, хотя в индивидуальной это проявляется так же, потому что, собственно говоря, человек носитель вот этого раздвоенного сознания мужского и женского одновременно, безусловно, эти проблемы, если приходит мужчина, он формулирует их сам, он говорит о том, что с раннего детства были проблемы в ориентации своей мужской активности. Но это не обязательно нетрадиционной формы сексуальной ориентации, как обычно можно об этом услышать, но не об этом речь. Речь идет о том, что мужчина говорит о том, что как мужчина он испытывает сложности, для него сложнее выдерживать мужскую активность, сложно, так сказать, соблюдать вот эти мужские правила, так сказать, ему трудно удерживаться в мужском сообществе, он иногда испытывает тревогу и страх при общении с мужчинами, если говорить о мужчине. Если это женщина, и это же тоже, так сказать, влияние, когда девочка воспитана в условиях вот такой вот, будем говорить, дефицитарности мужчины, в том числе, здесь, как правило, дефицит общения с мужчинами. Иногда девочка приносит, или девушка приносит на психоаналитическую сессию проблемы вот этой излишней активности, иногда некой, извините за такое слово, стервозности, что ли, по отношению к мужчинам, но чувствуется, что за всем этим есть, скорее, больше несчастный человек, который не обрел, собственно говоря, основных своих сексуальных, реализации своей сексуальной потребности, и такие мы вот эти, будем говорить, некие грубости, такая прямолинейность по отношению к мужчинам иногда, собственно, создают условия для самой этой женщины, и она, ну, чаще всего формулируется эти проблемы, как отсутствие возможности реализовать гармоничные отношения с мужчинами. И причем они наступают, даже если женщина выходит замуж. Здесь тоже есть проблема формирования дальнейших гармоничных отношений с мужчиной, то есть само замужество, сам фактор, скажем, партнерских отношений, если не говорить конкретно о законодательной базе, просто отношения между мужчинами и женщинами, также несут в себе вот эти проблемы. Проблемы начинаются практически с первых же, если уж не дней, то годов существования этой пары. Как правило, с этой женщиной становится сложно мужчине. Мужчина видит, насколько женщина сохраняет вот эту некую активность, ему хочется, так сказать, так или иначе найти эту доминанту. Возникают такие конкурентные отношения между мужчиной и женщиной. Иногда мужчина, наоборот, принимает пассивную роль, и тогда женщина начинает фактически реагировать на это и говорит, ну когда же наконец в нем проснется мужчина, когда же наконец, собственно говоря, этот мужчина вырастет, я хочу в конце концов получить то, что они говорят «за мужем», то есть означает, что я за ним, как бы за мужем. И вот эта проблема отсутствия этого замужем, когда в семье, собственно говоря, нет мужчины, постепенно формирует в женщине вначале непонимание, растерянность, а потом протест, рушатся семьи. Дети воспитаны в условиях вот такого, знаете, как рейфери, как некие рейфери, которые не понимают, извините за сравнение, такой ринг между мужчиной и женщиной, в которой ребенок лишь является зрительным, он не знает, к кому примкнуть, к мужскому началу, если оно есть, а если его нет, то к чему примыкать, да, если есть замена, собственно говоря, в этой семье материнской фигуры как активности, которая для этого мальчика создает, я сейчас пока говорю о мальчике, создает псевдо, собственно, ориентацию на женщину, как на псевдо-мужчину, потому что он в своем бессознательном сохраняет ориентацию на свою мать, как наиболее жизнеспособная, как бы я в кавычках говорю об этом, потому что вот эта, собственно, ее жизнеспособность обусловлена вот этой излишней активности, вот этим символическим, извините, еще раз скажу, фалосом, которым она обладает. Причем этот фалос для ребенка выглядит как отобранный у мужчины, оторванный, извините за такую конкретную, что ли, формулировку, то есть мать или вот женщина в этой семье обладает большей активностью, ребенок из предпочтительности выбирает ориентацию на нее, и таким образом вот эта ориентация на мать, как на псевдо-мужское, ну, извините, личность на псевдо-мужское, существо создает очень большие проблемы, и таким образом ребенок, выходя в эту жизнь, должен сам в дальнейшем по жизни нести эти знания о мужском и женском. Он создает свою семью в дальнейшем, или пытается, по крайней мере, ее создать. Что происходит? В его голове нет четкого различия между мужским и женским. Ребенок этот начинает в дальнейшем пытаться выстроить какие-то отношения, и таким образом как бы символически перетаскивает проблему мужской и женской, вот этой гендерной проблемы, переносит в свою семью. В дальнейшем эта проблема начинает как ксерокс отображаться и в его отношениях, и таким образом вот этот ребенок или мужчина, который вырастает из этого мальчика, в дальнейшем сам задается очень большими проблемами, где же ему найти это женское, правильное женское, и где найти правильное мужское. И многие проблемы сейчас даже выходят на улицу. Вот эти экстремалы, вы видите, как мчатся иногда по улицам молодые люди на своих мотоциклах, как они подвергают своей жизнеопасности, это, с психоаналитической точки зрения, могу сказать, такая псевдокомпенсация вот этого мужского начала. Нужно создать условия как бы конкурентных отношений с псевдомужской фигурой. И это тоже одна из больших проблем, но если вы взглянете на ночной Петербург, и даже не на ночной, с какой скоростью носятся иногда мотоциклисты, ну откровенно рискуя своей, собственно, жизнью и так далее, мы видим, что это как бы псевдомужское начало, которое реализуется подобным образом. Вот, да, слушаем. А если это девочка? Так, теперь девочка. Если мы говорим о девочке в этой ситуации. Девочка также, я еще раз одну из таких проблем уже назвал, девочка может также быть наблюдателем вот этого, быть этим самым, если взять эту метафору, этим реферем на ринге, когда она видит эту борьбу между матерью и отцом, девочка также пытается найти нечто для себя. Как в этой ситуации, какую модель отношений с мужчинами ей перенести в свои собственные отношения. Вот тогда возникает проблема, либо найти ту модель, если мать слишком активная, слишком подавляет, и то, что в психоанализе называется кастрирует мужчину, либо эту модель выбирает, и эта модель также в чем-то деструктивна, тогда нужно найти такого мужчину, который с удовольствием согласится быть вот этим, ну, то, что мы называем кастрированным, или абсолютно пассивным. Такие семьи есть, они иногда бывают даже гармоничными, и как бы, ну, если согласны оба партнера на такое отношение, семья сохраняет достаточно длительные формы отношений, она бывает и 10, и 20, и 30, и сколько хотите лет, и формируются дети в этих условиях. Но, опять же, еще раз я говорю, для реализации мужского и женского здесь есть проблемы. Поэтому девочка, другая модель, которую девочка может из этой ситуации выйти, быть пассивным, как ни странно, к отцу, не к отцу, а к матери. Потому что пассивный отец, фактически, он формирует вот эту некую модель отсутствия мужского, и есть активная мама. И так далее девочка выбирает полную пассивность по отношению к матери. И это тоже одна из моделей такого деструктивного развития, то, что Фрейд называл эдипальным комплексом. Я думаю, когда-нибудь в следующей передаче мы расскажем, что такое эдипальный комплекс. Я сейчас не буду говорить, потому что это целая, так сказать, лекция. Для этого нужно провести. Так вот, разрешение вот этого внутреннего желания взаимодействия с мужчиной также деформировано, также обретает форму проблемы, когда, собственно, девочка не знает, как поступить в дальнейшем, и выбирает пассив, как форму отношений, в том числе и с мужчинами. И таким образом, мужчина имеет в этой ситуации либо слишком активную, в одном случае, либо слишком активную девушку или женщину, свою партнершу, и таким образом он с ней, так сказать, находится в конкурентных отношениях, если, так сказать, такая конкуренция наступает, либо тот же самый мужчина выбирает пассивную роль, а девушка в этой ситуации также может, собственно, быть абсолютно пассивной, тогда мужчина имеет дело с девушкой или с женщиной, с партнершей, с будущей матерью своих детей, как абсолютно пассивное существо. И ничего сделать не может, потому что он видит, что в этой ситуации эта девушка фактически все время на бессознательном уровне носит в себе образ вот этой подавляющей матери. И мать начинает доминировать. Часто говорят, я живу как бы не своей женой, а живу со своей тещей, там мужчина в этой ситуации говорит, потому что эта девушка абсолютно пассивная, создает условия как бы полного преобладания своей матери. Теща начинает вмешиваться, извините, чуть ли не в постельные, это сказать, периоды или в постельные отношения между своей дочерью и зятем. Это тоже деформация. Есть множество деформаций, но я описал только некие, с которыми приходят, собственно, ко мне люди, как они обращаются. И в этой ситуации достаточно сложно, в общем-то, приходится работать, однако выходы есть. Это не означает, что мы не знаем, что в этой ситуации делать, и поэтому мы предпринимаем свои собственные возможности, то, что есть, скажем, в ресурсах у психоанализа. Ну, я так понимаю, что первый шаг к решению проблемы это осознать, что она вообще есть. Да, да, вы совершенно правы. Конечно, первым условием для этого, конечно, есть необходимость осознания вот этих всех процессов. Ну, вот такие, ну, с одной стороны, видимо, несколько примитивные схемы, которых я показываю, собственно говоря, не я их придумывал, я их только лишь разрабатывал и применяю в своей работе. Они оказываются достаточно доступными, несмотря на кажущиеся такие вот некие, собственно говоря, кружки, стрелочки и так далее, они оказываются доступными для понимания. Так вот, в этой ситуации нужно вначале нарисовать для себя такую схему, не обязательно ее нарисовать на доске, а главным здесь является то, что увидеть эту проблему как бы сверху. Вот это вот основная задача. Мы видим, что происходит. Я диагностирую, собственно говоря, нарушение развития в раннем возрасте. Я пытаюсь понять, какие были отношения диадные, то есть между матерью и ребенком. Пытаюсь понять, какие отношения между были ребенком, матерью и отцом, то есть триадные отношения. И уже на этом этапе есть возможность сделать какие-то определенные выводы для того, чтобы начать эту семью как бы реконструировать. Но не в плане ее перестраивать, потому что это сложно, а понять, в чем основная проблема. Психоаналитик начинает выискивать доминанты, так называемый фокус психоанализа, то есть локализовать ту проблему, с которой можно работать. Я хочу еще коснуться темы, именно как среда влияет на опять же какие-то деформации, самоидентификации, самое, как это сказать, ассоциирование себя с мужским и женским. Я просто вспоминаю, как-то раз вы мне сказали такую интересную вещь. вы говорили, вот я заметил, что в Петербурге слишком много девушек курит. И вы сказали, что предположили, что подскольку Петербург был в блокаде, и все мужчины ушли, и вот женщина взяла на себя роль мужчины. Мне это так было интересно, как же оно вот так вот получилось, но мнение ваше не поменялось в этих годах? Мое мнение не поменялось, скорее даже оно укрепилось. Но дело в том, что годы войны, блокадные годы, когда действительно большая часть мужчин исчезла из социума по факту, кто ушел на войну, кто просто не вернулся, когда действительно вот эти тяжелые годы, в которые проходила наша страна, мужское население, как таковое уходило из жизни, и уходило из социума как такового. Женщины, безусловно, брали на себя очень большую такую роль социальную. Они работали, занимаясь мужским трудом и так далее. И вот этот вот, будем говорить, что ли, инерция, вот это вот, так сказать, сознание постепенно проникло во многие вещи. И курение, возможно, ну, я так, собственно говоря, сам для себя констатирую, что это какая-то форма такого, я сейчас не буду говорить, что это оральная проблема, и это немножко другая психоаналитическая проблема, но то, что действительно в Петербурге можно видеть вот такую форму приобщения к мужскому началу внутри женщин. И курение, или некая такая активность, такое поведение, то, что называется унисексом, да, вот, такое мужское, с такой смускулинностью, это все-таки свойственно для Питера, одним из городов, я не говорю, что для других городов это не свойственно, но в Питере все-таки это несколько сохраняет. Как, как и, впрочем, другое, то, что мы говорили о несколько деформированном представлении мужчины, мужчины, как вы задали вопрос, где же настоящие мужчины, вот, обрели такую, такую несколько феминную форму поведения, и в крупных городах, и Питер не исключение для этого вот эта деформация произошла, и она настолько стала сейчас очевидной, она во многом, и женщины, собственно говоря, одеваются так, и ходят, собственно, перемещаются, это видно по их поведению, по отношению, по, собственно говоря, даже иногда по увлечениям, посмотрите, собственно говоря, с творческой точки зрения, да, что вы увидите приобщение и в одежде, в культуре, в творчестве, такие более резкие, более жесткие, скажем, и музыкальные, собственно, пристрастия, и пристрастия самой культуры, как таковой, ну, иногда, сами знаете, женщины любят и погонять на машинах, и на мотоциклах, и так далее, я не говорю, что это, психоанализм никогда не дает этому оценку, ни плохо, ни хорошо, мы просто констатируем то, что есть, то есть, вот такая некая выраженная мускулинность, она стала для больших городов более очевидной, чем раньше, во многом, и в послевоенные годы, и в последующие годы, к сожалению, это начало закрепляться, и более феминное, скажем, поведение мужчин, я уж и не говорю о нетрадиционных, так сказать, ориентациях, это тоже одна из форм, вот этого социальной деформации, а безусловно, имеет место быть, мужчины стали более феминными, они стали увлекаться, и в Европе это видно, вот в итальянских городах, мужчины тратят в два раза больше на косметику, чем женщины, это типичная констатация, они более 250 евро тратят на косметику, а женщины около 100 с небольшим, это просто не моя статистика, это статистика итальянских, собственно, изданий и прочее, то есть и в Италии, и в Англии мы это видим, и в других, собственно, европейских, и в Дании, и в Швейцарии, ну и те города, которые, и в Скандинавии, кстати, тоже, вот это более феминное, так сказать, проявление мужчины, оно налицо, мужчины стали одеваться более феминнее, увлечения более феминные, творчество стало более феминным, и если мы включаем телевизор, то иногда, посмотрите, теперь на кухне, большая часть готовят мужчины, я не хочу сказать, что мужчины, конечно, всегда были хорошими поварами, но вот это вот иногда, когда увидишь, когда мужчина с таким наслаждением говорит о каком-то цветочке, и там, так сказать, посаженном на тот или иной тортик, посажен на то или иное, ну, прямо вот в каждом движении, видно здесь, женское начало, это неплохо, нехорошо, но это просто есть, с этим нужно, так сказать, жить и так далее, и мы, и женщины, которые ведут некоторые передачи, которые активно пытаются как-то конкурировать с мужчинами, возникает, собственно говоря, конкуренция как в эфире, так и вне эфира, в социуме, и так далее, это очень сейчас видно, и я думаю, что очевидность, никуда этого не денешь. Но тем не менее, так скажем, бессознательно, это все равно женщине диктует, что ты же женщина, и видимо, тоже есть какой-то конфликт, все-таки внутренний, то, что ей, как бы, какие-то внутренние ощущения говорят одно, а роль она вынуждена или просто знает, только как одну роль применять. Да, ну, я уже говорил о том, что не всегда анатомическое предпочтение соответствует активности или пассивности, и в свое время была такая психоаналитическая дискуссия между Фрейдом и Карен Хорни, Карен Хорни, это известный психоаналитик, но я сейчас не буду говорить о ее истории. Суть в следующем, она много работала в области женской сексуальности и часто входила с Фрейдом в такие, как бы, своеобразные дискуссии, такие некие, собственно, я бы так сказал, несколько конкурентные отношения, потому что Фрейд в своих ранних работах говорил о таком неком, некой зависти, такая формулировка есть, что женщина всегда завидует фалусу мужчины. Ну, то есть, речь идет не только, Фрейд имел не анатомическую, собственно говоря, зависть, Фрейд имел зависть женщины к активности мужчины, то, что в обществе мужчина имеет более доминантное, скажем так, предпочтительность, его чаще, так сказать, выбирают властные органы и так далее. То есть, мужчина имеет больше предпочтений, больше реализован в социуме, и в этой ситуации как бы Фрейд как раз говорил кроме своих психоаналитических исследований, говорил о некой зависти к фалусу со стороны женщин. Это, конечно, не могло не остаться для феминистского движения, это была такая бомба, заложенная в самом термине, и таким образом в последующем феминистское движение и движение некоторых психоаналитиков, ну, и точнее, Тюрих начали это оспаривать. И они, они высказали следующую вещь, что Фрейд об этом говорил потому, что социум предпочитал мужчину как такового, как более активное существо, и поэтому женщина была вынуждена завидовать собственно этому фалусу или мужской активности. Однако, в последующем, а это уже современная, так сказать, трактовка, в частности, моя, я могу сказать и как сам исследователь, посмотрите, что творится. Сейчас нельзя сказать, что мужчины находятся прямо уж в таком фаворе, что они так находятся абсолютно в полной доминанте в этом общественном сознании, что они настолько любимы обществом и так далее. Вот эти уравненные права, собственно говоря, они сделали мужчину сейчас, в настоящий момент, более избирательным и более предпочтительным для общества. Однако, вот это желание обладания этой активностью страной женщины остается. Поэтому, в этом смысле, высказанные идеи Карен Хорни со временем растворились. Грубо говоря, Фрейд в этом смысле был более прав, когда говорил вот об этой, собственно, какой-то некой заложенности внутри женщины, неком таком, ну, будем говорить, действительно зависти. Но телезрители должны понять, что я не говорю об этом, как о зависти черной, что принято говорить. Речь идет о том, что все-таки у женщины остается некое такое желание иметь некую большую активность и в социуме в том числе. Хотя, для женщины есть громадный полюс реализации этого женского, это, конечно, материнство. И вот с материнством многое может поменяться. Но мы же сейчас с вами говорим об общих проблемах. И материнство в связи с этим, так сказать, имеет определенную, реализация материнства имеет определенные проблемы, потому что женщина в этой ситуации, на бессознательном она всегда ищет активного мужчину. Ну, я имею в виду для бессознательного. И она готова быть пассивной для активного мужчины, который напоминает ей отцовскую фигуру. И в этой ситуации у нее бессознательным остается всегда желание найти вот эту фигуру, которая реализует ее влечение раннее к отцу. Если даже был отец, не был отец, речь идет о номинальном отцовской фигуре, которая существовала в жизни женщины и девочки на первых стадиях развития. Таким образом, вот это желание реализовать свое материнство от активного отца, от отцовской фигуры, говорят строго психоанатическим языком, остается практически на всю жизнь. Иногда женщина выходит замуж за мужчину, который не является ну как бы сутью ее романа с точки зрения психоанализа. Она может рожать детей, она может создавать семью, семья может проходить сложные этапы, не один ребенок, второй, третий. Но вот это желание родить от мужчину, который является героем ее романа, тот герой, отцовская фигура, в этой ситуации как бы остается для нее желаемым. И таким образом иногда женщина, рожая неоднократно от, собственно говоря, одного выбранного ей мужчину, через некоторое время находит такого героя романа. А иногда и остается с постоянным желанием реализовать эту свою материнскую потребность. наш эфир уже близится к концу. Звонки? Да, звонки. Вы можете все еще звонить. Пожалуйста, у нас осталось буквально минуток 8. Если у вас какой-то вопрос, звоните. А я, наверное, тогда от себя вопрос задам. вот раньше, как помнится вообще из истории, не сами дети находили себе пару, а родители подбирали невест, например, договаривались или не договаривались. Сватались. В общем, выбор был все равно за родителями. Что-то мне подсказывает, что, может быть, потом-то эта система испортилась как-нибудь, по расчету стали и так далее. Но что-то в этом мудрое было, наверное. Да, и в Индии, в общем-то, и сейчас сохранилось это во многом. Хотя я не считаю, что там сейчас это прямо вот так все идеально идет. Но я говорю, это мир испортился, система испортилась. Но, наверное, изначально она существовала как-то не зря и мудро. Так вот, вопрос, собственно, в том, как вы считаете в этой системе семьи более стабильны или нет? Или все-таки каждый как бы партнер, если он выбирает для себя спутника жизни, это более такой стабильный вариант, потому что, ну как же, я же сам чувствую и так далее. Как родители, что они могут вообще знать? Ну, в общем, такой интересный вопрос, мне кажется. Хотя применимо ли это в полной мере для нынешнего времени? Тоже вопрос. но все равно в идеале, да? я очень хорошо вас понял. Ну, конечно, сватовство содержало в себе очень, на мой взгляд, продуктивные собственные истоки, потому что семьи знали друг друга лучше. Иногда семья, из которой сватали, жених сватал невесту или, так сказать, родители подбирали тот или иной удобный партнерский вариант, она лучше знала ту семью, в которой имеется в виду, ту семью, в которой эта семья хотела бы, чтобы в дальнейшем жила их дочь или, так сказать, строила свои семейные отношения их сына и так далее. Безусловно, здесь абсолютно позитивным являлся моментом то, что семейная family, по-английски, да, вот family, от слова фамилии, семья, семья, соприкасаясь с другой семьей, она соединялась ведь не просто так, не только, я сейчас убираю такие сугубо рациональные вещи, ведь есть понятие коллективно-бессознательно, о котором мы говорим, то есть традиционные ценности в этих семьях были ближе, поэтому из этих традиций, это могут быть культуральные, национальные, какие-то особенности, поэтому культура одной семьи тянулась к культуре другой семьи. И вот это культуральное собственно взаимодействие, культуральное слияние, которое хотела бы эта семья в дальнейшем продолжать, она в том числе и сохраняла в той или иной степени род как таковой, сохраняла традиции, сохраняла собственно какие-то понимания более глубокого предназначения будущей семьи, предназначения мужчин и женщины, мужа, жены, будущих детей и так далее. И вот это в хорошем смысле традиции, которые связывали эти семьи, они порождали иногда достаточно продуктивные браки, потому что многие интересы в дальнейшем совпадали. И такая благоприятная ситуация, в которой происходит этот брак, происходил такой брак, он, естественно, был гораздо более, иногда продуктивнее и более приемлем. И дети рождались в гармоничных отношениях. Поэтому в вашем вопросе есть ответ на этот. Собственно, в вашем вопросе есть и ответ. Наверное, такая традиция ни в коей мере не ломала семейные отношения. Но если это не было, еще раз говорю, если это не Капулетти и Монтеки, как у Шекспира, хотя вы знаете, что и Ромео Джолиэто своей, скажем, символическим смертью породили взаимодействие. Семья, наконец, с семьей перестали ссориться. И Монтеки Капулетти, это шекспировское произведение, является классикой в этом смысле. Поэтому вот эти противоречия, которые в этой ситуации менее значимы, они создают более гармоничное представление. И, на мой взгляд, это очень хорошая традиция, которую, возможно, нужно продолжать и развивать. Ну, это, наверное, возможно, если только родители достаточно мудры, чутки. Да, но я же имею в виду благоприятную. Да, благоприятную. Культуральную. Ну, на самом деле, я вынужден констатировать, что время нашего эфира подходит к концу. Да. Можем, я бы сказал о том, что в настоящий момент психоанализ – это, ну, скажем, мировоззрение, которое хорошо укладывается, которое хорошо, так сказать, ложится на многие социальные проблемы. Это действительно мировоззрение. Мы в цикл передач построили психоанализ как мировоззрение. Это очень важно, что мы можем использовать все рациональное, я бы сказал, то, что психоанализ работает на, собственно, гармонизацию даже наших с вами отношений. Посмотрите, как динамически развиваются наши с вами отношения. Не буду скрывать, что в процессе нашей работы динамика также идет, и мы с вами лучше понимаем друг друга. И какие-то проговаривания многих терминологических, напрягающих, слух иногда, собственно говоря, терминов в этой ситуации снимаются. Мы сами меняем к этому отношения. Изменение отношений в процессе психоанализа является главной задачей психоаналитической работы. И поэтому изменение отношений, динамика этого способствует гармонизации отношений в семье, гармонизации отношений между родителями и детьми. И я думаю, что эта наука делает много для гармоничного развития общества. Спасибо вам большое, что вы меня приглашали. Приглашайте, я надеюсь, будем приглашать. Конечно. Буду приглашен. Нет, извините, немножко оговорился. Буду приглашен на последующей передаче. Мне очень интересно с вами беседовать, очень приятно делиться своим опытом. И, собственно говоря, всех зрителей хотел бы поблагодарить за то внимание, которое они уделяют нашим передачам. И, собственно говоря, самого наилучшего вам. Обращайтесь к психоаналитикам, снимайте защитные механизмы, будьте счастливы, будьте гармоничными, любите друг друга. Всего вам самого наилучшего, счастья, удачи и радости в ваших семьях. А я напоминаю, это была программа «Анализируй то и это» и наш постоянный собеседник Ренат Фаридович Галиев, психоаналитик. Спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Гармонии вам, добра, счастья, любви. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин